Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Позитивная Волна и Ярослав Мудрый Воронцов с вами. Продолжаем тему обсуждения решения задач по своему типу, мужскому и женскому. Следующий вопрос, который звучит для вас, следующий. Что делать, если у девушки нет денег, она одна, ей не на что жить? Что делать девушке, если она одна, без мужа, и ей не на что жить, и у нее нет работы? У нее нет работы. Она хочет найти работу, но работа, которая предлагается, это работы только по мужскому типу. То есть работа мужская, не женская. Вопрос. У вас 30 секунд, чтобы подумать. Я бы хотел, чтобы вы просто опустили свое внутреннее я для того, чтобы задать себе вопрос и найти в нем ответ. Как вы знаете, что любые ответы, которые приходят из нее, это ответы, это чужой опыт. И он не обязательно будет подходить вам. Поэтому все вот эти подсказки, все эти выступления, разных тренеров, в том числе и то, что я вам сейчас буду говорить, это только мое личное видение. Это мое личное видение, то, как я вижу решение этой проблемы. И как мы понимаем, что совсем не обязательно, что это решение подойдет вам также. Поэтому моя задача основная, это не то, чтобы дать вам конкретное решение, конкретной ситуации. Моя главная задача, которую я хочу донести до вас, это чтобы заставить задуматься себя, задуматься над вот этими вопросами. Как бы вы его решили, как вы можете найти ответ на этот вопрос. Что у каждого из нас находится ответ на любую ситуацию, свою собственную, которая максимально гармонично может позволить решить данную задачу. Все эти внешние подсказки, консультанты и так далее, психологи, коучи. Хотя нет, коуч, кстати, коуч как раз и помогает найти клиенту ответ, который находится внутри него. Это то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь также консультированием, в том числе по спорту, по бизнесу, по межличным семейным отношениям. Это то, чем я занимаюсь последние 20 лет. И это то, чем я делюсь сегодня, помогая вам найти свое счастье при помощи ваших собственных сил. Когда мы занимаемся коучингом. Когда же мы занимаемся консультацией, я делюсь своим опытом, опытом других людей. То, что я прочитал, то, что я узнал, увидел, услышал и так далее. Это мой опыт, накопленный опыт через разные источники. Но послушав этот опыт, который я делюсь с вами, было бы самым правильным. Что-то взять может для себя, если это вам ложится на сердце. Если это ложится вам на сердце. Если вы чувствуете, что вам от этого лучше становится. Что это именно то, что вам нужно. Но опять же, самое важное, самое важное, нужно применить этот опыт чужой на себя. На свои чувства. На то, как это вам чувствуется внутри. Но для того, чтобы полагаться полностью на чувства, нужно, конечно же, эти чувства развить. Они должны быть чистыми. Они должны быть не запачканы, непосредливым и очень наслаждающимся, желающим умом. Умом, который очень сильно хочет наслаждаться. Мы понимаем, это его естественная функция. Поэтому я вам всех призываю, чтобы вы внутрь себя заглянули. И нашли ответ на данный вопрос, который наиболее подходит именно для вас. Потому что ответ всегда есть, а есть ответ всегда внутри. Нужно только его найти, только его услышать. И этот неспокойный ум нужно обуздать и пользоваться принятием решениям разумом, а не умом. Окей? Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос. Вопрос следующий. Эй! Повторюсь с вопросом. Что делать девушке, если она без денег, полностью без денег, и у нее нет работы, она без мужа, и ей нужно решить вот эти вопросы. Что ей делать? Работы, которые предлагает вокруг, работы мужского типа, они не женские работы. И она говорит, у меня душа не лежит. Душа не лежит для того, чтобы заниматься вот этой мужской работой. В чем я согласен. Это абсолютно правильное решение, ощущение, потому что девушка должна заниматься работой, та, которая женская. В крайнем случае, если ей нужно себя обеспечить той деятельностью, а идеально, конечно же, мы знаем, чтобы это была не работа, а это было для удовольствия, чтобы девушка занималась тем, что ей по душе, то, что дает ей позитивную, эмоциональную зарядку, и за это бы еще денежку платили. И при этом она исполняет свое назначение согласно телу, карме и вселенской любви. Это было идеально. Окей? Но поскольку до идеального нам еще очень далеко, к нему нужно идти и идти, и это поэтому каждый из нас находится на своем пути достижения этой цели. Так вот, какой ответ приходит у вас, друзья? Какой же ответ вам приходит? Что делать, если такая ситуация возникла? Вы подумайте сами, можете сделать паузу, а я сейчас отвечу то, что я думаю, с моей точки зрения, что было бы хорошо сделать такой ситуации, как и было в предыдущем подкасте, или это видеокаст, наверное, да, это же видеокаст, не подкаст, это же не аудио, видеокаст, видеокаст, here we go, here we go, видеокаст, так и назовем его, видеокаст позитивной волны. Итак, значит, поскольку для решения денежка, финансы, обеспечения, защита, это есть мужская энергия, поэтому в данном случае женщине нужно найти мужскую энергию, воспользоваться ей, и по принципу того же, что мы говорили со шкафом, что делать женщине, когда очень тяжелый шкаф, и она одна, и надо его передвинуть, кстати, один из вариантов, я тогда не сказал вам, самое оптимальное, когда нет родственников, нет соседа, нет друзей, в общем, ну, женщина вообще одна, то в этом случае можно, для тех, кто смотрит это видео первый раз, не смотрел предыдущее видео, сделайте паузу, тоже задайте себе вопрос, что делать, если есть тяжелый шкаф, и я не знаю, как его передвинуть ни к никому. Окей, сделали паузу, замечательно. Ответ следующий, с моей точки зрения, опять же. Значит, в этом случае самое оптимальное, наверное, конечно же, тогда уже вызвать мастера, вызвать, есть такая служба, по-моему, называется Handyman, или там мужчина, как там еще, в русском пространстве, русскоговорящем пространстве, мужчина, муж на два часа, типа такого что-то, да, там что-то надо сделать по дому, вызываешь мастера, и он тебе передвигает все, что тебе надо делать. То есть в любом случае воспользуется мужской энергией, не самой, не превращаясь в мужика. Итак, возвращаясь к нашему вопросу сейчас, который звучит, что делать девушке, когда она нуждается в финансах, и таковых нет. Значит, энергия мужская, значит, ей нужно привлечь мужскую энергию. Самое основное правило, женщина должна, пока она с родителем, девушка, когда она живет с родителями, она должна быть защищена папой. когда же она, ну и вообще считаю, что пока девушка одна, она должна быть, одна имеется в виду, пока она не замужем, она должна быть защищена отцом, должна быть защищена семьей, братом, другой мужской половины. То есть, девушка никогда не должна находиться незащищенной, потому что это создает очень большую проблему для нее, для ее эмоционального, психического состояния, вообще жизненной ситуации. То есть, самое первое, чтобы не было таких ситуаций, что женщина осталась одна и без денег, средств для существования, и ей нужно идти заниматься мужской работой, это нарушение, в общем-то, гармонии в отношениях. Поэтому, для того, чтобы себя не ставить такие ситуации, изначально, женщина должна быть защищена мужской половиной. Окей? Отец, брат, двоюродные братья, и так далее. Это номер один. Если же такой ситуации нет, допустим, девушка одна, тяжелая карма очень оказалась, она одна, нет родственников, нет мужской силы, энергии, что делать в этом случае женщине? Я считаю, что можно, опять же, начать нужно заниматься той деятельностью по женскому типу. То есть, ты не хочешь делать мужскую работу, и это правильно, абсолютно правильно. Значит, делай то, что ты можешь, как женщина, и что может дать тебе доход. Да? к примеру, скажем, самое простое, что можно делать, заниматься чем-то тем, что ты уже имеешь сегодня, то, что ты делаешь для себя, это можно кому-то еще предложить. Например, печь торты, вязать что-то, рисовать, мандалы делать, я не знаю, маникюры, педикюры, рисовать, рисунки, рисунки, которые делают. Да что угодно, вот что угодно, то, что есть женское, вы уже что-то имеете, вы уже взрослая девочка, вы уже научились чему-то. И вот то, что вы используете, то, что хлеб печь, в конце концов, можно, да, там, какие-то булочки, да, друзья, ну, что угодно, я приведу реальный пример, скажем, много лет назад, знакомая девочка, очень хорошая, у нее ситуация была тяжелая, она осталась одна с ребенком, маленький ребенок, годовалый ребенок, и в общем-то, у нее не было средств для жизни. И она студентка была одновременно, училась в академии легкой промышленности, и ребеночек у нее маленький, и, а, у нее еще собачка, боже мой, у нее еще собака такая была, большая, док, который тоже болел, у которого была там какая-то болезнь, она водила его по врачам, кучу денег тратила, и у нее была только одна стипендия. Обалденно. Что она тогда сделала? Мое сердце она покорила очень сильно, до сих пор, много лет прошло уже, где-то 15 лет прошло, 20 лет даже прошло, да? Да, 20 лет, больше 20 лет прошло, и я помню вот то состояние, и мое вот глубокое уважение к этой девушке, которая, что она делала, она в то время пекла торты, она просто пекла торты, и вот ходила на рынок, продавала их, продавала под заказ, на свадьбы, продавала там кусочками, в общем, таким образом она себя обеспечивала, себя, ребеночка своего, и еще платила за квартиру, и собачку лечила. В общем, ну, вот, нет безвыходных ситуаций, нет безвыходных ситуаций, просто нужно их найти. но самая главная идея какая, что, опять же, это для вас тест, девочки, это для вас тест, то есть, ты попала в ситуацию, в которой тебе говорили, что у тебя нет денег, нет ряда мужчины, который должен позаботиться, его обязанность это сделать, позаботиться, защитить, значит, и ты себя сама поставила в эту ситуацию, да, ты ее поставила в ситуацию, никто тебя не поставил, твой был выбор, во всем был твой выбор, значит, вот делайте то, что у вас получается, вот я считаю это сам правильно, то есть, вы используете свою женскую энергию, то, что у вас есть уже, ваш опыт, и через свою женскую энергию вы сможете себя обеспечить, и параллельно нужно развивать себе дополнительные женские энергии, которые позволят вам притянуть мужчину, мужскую энергию, которая даст вам эту защиту, а для того, чтобы обмен состоялся, что нужно сделать? Вы даете женскую энергию, которую вы развиваете, и мужчина, находится мужчина, который готов поделиться с вами своей мужской энергией в обмен на вашу женскую энергию, в результате, а вы также наполнили своей женской энергией достаточно самодостаточной, стало у вас ее в избытке, и вы готовы поделиться ей с другим достойным мужчиной, вуаля, создалась пара, эйго, вот таким образом должны развиваться эти отношения, и вот, опять же, это для вас тест, как бы предыдущий вопрос, когда у вас такая ситуация, посмотрите, какие у вас мысли возникают, что вы хотите делать, куда вас тянет, какой деятельностью вы хотите заниматься, как вы этот вопрос решаете, и это есть показатель того, насколько вы сегодня достаточно наполнены своей женской энергией, окей, вот, пожалуй, так, это очень хороший показатель, лакмусовая бумажка, вообще, все стрессовые ситуации, они для чего надаются, для того, чтобы мы нашли новые силы, новые возможности решать эти задачи, любые стрессы, любые кризисы, это показатель того, что дела идут не так, как они должны идти, неправильно идут, да, любые кризисы в экономике, кризисы в здоровье, в отношениях, в бизнесе, да, в чем угодно, любой кризис, это прежде всего показатель того, что ты что-то делаешь не так, что нужно делать все по-другому, и если ты в этот процесс, даже болеешь, когда мы болеем, что значит, для чего нам болеть нужно? Для того, чтобы осознать, что у тебя что-то не так, на ментальном, на физическом, эмоциональном уровне, и пока ты болеешь, тебе судьба создает условия, что ты задумался, задумался, что же я делаю не так, почему я страдаю, потому что через страдания приходит, если мы правильно к этому относим, через страдания приходит новое озарение и желание что-то делать, окей? И вот очень хорошо в таких ситуациях, когда у вас критически возникает, подумать, как это делать. Итак, первое, критическая ситуация позволяет нам понять, что мы что-то делаем не так, окей? Номер один. Второе, ваша возможность и желание решать эту задачу каким способом, говорит о том, достаточно ли у вас развития вашей энергии, женской. Мы сейчас говорим про женщину, мужчину немножко по-другому, окей? Если вам хочется решать эти задачи по-мужски, значит, что-то у вас не так сделано и как средство вы попали в эту ситуацию, когда вы остались без мужской энергии. Говорит о том, что у вас мужской энергии, наверное, немножко изобилие. Надо бы наоборот, женской энергии, чтобы было изобилие предостаточно. Окей? Вот такая штука. И самая критическая ситуация, когда у девушки нету ни способностей, ни мужской энергии рядом, и она в полном отвале, она упала в такую ситуацию, что просто вот, ну вообще, ни у кого денег не занять, чтобы там начать какой-то там те же торты печь, купить ингредиенты и так далее. Нету ни соседей, ни друзей, некому помочь вообще в такой ситуации, что тогда делать? Что делать тогда? Сделайте паузу, задайте вопрос, реально промоделируйте эту ситуацию, чтобы понять, как это может быть. Вы должны прочувствовать до мозга костей и души вот эту ситуацию. сделайте паузу, девушки, сделайте паузу, продумайте вот это состояние, помедитируйте 3-5 минут, что бы вы делали в этой ситуации, когда вот, ну вообще, полностью, казалось бы, конец света, некому обратиться вообще, что делать? Окей, продолжаем. Ну что ж, печальная ситуация, печалька называется, если ты себя вела в такую ситуацию, что у тебя нет абсолютно никакой мужской энергии, которую может тебя защитить рядом, у тебя нет никаких средств для существования, и ты не умеешь ничего делать, и ты не знаешь, как выйти с этой ситуации, ну, для меня это говорит, и для тебя это должно сказать прежде всего, что ты, девочка, в полном завале, в полном минусе, в полном минусе, и есть над чем подумать, есть над чем подумать, и чтобы из этого выйти позитивно, как бы это не было тяжело, как бы это не было тяжело, нужно принять, принять то, что я, присоединиться, что я что-то делаю не так, я очень сильно делаю не так, делать анализ, и вот в этой критической ситуации, когда возникает стресс, когда вот такая стрессовая ситуация, что именно в стрессовой ситуации мы проявляем свое истинное, вот истинно свое внутреннее состояние, дефолтное, вы сможете определить, какое же ваше истинное потенциальное состояние, и, помучившись в этой ситуации, вы сможете найти правильное решение, если обратитесь к своей душе, если ум обратится к душе, обратиться к душе, и с вопросом, что же мне делать, вот в этой ситуации очень хорошо медитировать, как это не смешно, не прискорбно звучит, но именно в самых критических ситуациях мы обращаемся ко вселенной, к Творцу, к своему внутреннему Я, и вот, наверное, если у вас такая ситуация есть, то это прекраснейшее время для того, чтобы обратиться к Творцу, обратиться к своему внутреннему Я, хотя бы, к своей уму, обратиться к душе, к Богу, который находится там же, рядом, супердуша, параматма, и слушать внимательно, какой ответ дает сердце, что сердечко говорит вам, как тебе нужно поступать, что тебе нужно делать, и вот, помучившись в этой ситуации, пострадав, можно найти правильное решение, потому что именно в страдании мы очищаемся, мы очищаемся в страдании, снимается наша гордыня, снимается наше невежество, мы открываем свое сердце, и вот в этой ситуации, я считаю, что тогда может прийти прозрение, что же я делаю сегодня не так, и делала вчера не так, что я пришла к такому результату, что я делаю не так, и что мне нужно делать так, чтобы я пришла к тому результату, который я хочу иметь. Результат состояния счастья, любви, благости, а не разочарования, унижения, голода и холода. Вот к чему я вас не призываю. Вот я так думаю. Я думаю, что нужно делать так. Вы решите сами, как лежит вашему сердцу поступать в этой ситуации. Окей? На этом я заканчиваю этот короткий видео. Пас видео, как он называется? Мы называли его видеоблог, видеокаст, whatever. Не важно, я придумаю название, потом скажу, как его хорошо называть, чтобы оно звучало заманчиво, интересно. Вот такие мои мнения. Я поднялся по этой ситуации. Вы осознаете, возможно, у вас придет что-то свое новое. Моя задача была в этом коротком касте просто заставить вас задуматься и найти свои способы решения задач, которые стоят у вас сегодня в жизни. Окей? С вами был Ярослав Мудроворонцов. Больше информации на нашем сайте vedadom.com, как всегда. И, конечно же, я должен вам пожелать, не могу проститься, не пожелаю вам любви. Любите себя, любите всех вокруг. И любовь вернется вам с Торицей. Дорогие друзья, намасте.